Я продал шаблонов за два года на полмиллиона долларов. Ты выполнял все этапы самостоятельно или ты кому-то делегировал? Я всегда считаю, что я сделал все сам. Мы пахали, я и трактор. Как ты борешься с прокрастинацией? Чем больше черного, тем у меня продуктивнее день. И тем больше кайфа я получил от этого дня. Куда ты инвестировал деньги, заработанные на шаблонах? Ты делал шаблоны на фрилансе? Чем ты еще занимался? Я знаю, что у тебя есть интересный опыт. Очень разнообразный. Сейчас у тебя есть ютуб-канал. Для чего он тебе? Касаемо 11 лет на фрилансе. Очень большой срок. Во-первых, у меня в связи с этим несколько вопросов. Есть ли какие-то минусы? Потому что сейчас пока выглядит все очень радужно. Классно зарабатываешь. Но вот что тебе не хватает? Что тебе не нравится в этом? Да, я буду говорить сугубо свой личный опыт. Потому что я не хочу в целом говорить о фрилансе. Вот лично мне не хватает наставника. Ну сейчас, когда я уже прошел навыки изучения языков, я уже языки изучаю по документациям. То есть я уже хорошо ориентируюсь в документациях, к языкам программирования. И с помощью этой документации строю нужные алгоритмы, нужные структуры. Раньше, когда я только начинал, даже читая какой-то самоучитель, ты можешь понять это дело неправильно. И у тебя не будет человека, который тебе поможет и скажет, что Саша, ты делаешь неправильно. Только через 2-3 года ты увидишь свой старый код и поймешь, о боже, какой я был идиот, я делал неправильно. Вот это самый большой минус. В момент, когда пошел работать в компанию по WordPress, на фрилансе я зарабатывал порядка 1000 долларов. Там в качестве новичка мне предлагали 600 долларов. Я согласился и ни капельки не жалею. Знаешь почему? Потому что справа был парень, слева был парень, на порядок умнее меня. Если бы я в тот момент туда не попал, вряд ли бы я добился каких-то результатов. Может быть до сих пор так же на фрилансе делал бы какие-то сайты. Мой чек бы не вырос. Почему? Потому что у меня был какой-то вопрос. Я обращался справа, слева, и они как волна меня поднимали наверх и выталкивали. Вот этого не хватает фрилансерам. Даю совет. Если вы долгое время на фрилансе, обязательно найдите компанию, желательно среднего уровня, если совсем бодыжная компания, там с вас будут требовать. То есть вряд ли вас чему-то обучат. Если топовая компания, гигант какой-то, скорее всего вы там рутину будете выполнять однотипно и тоже многого не научитесь. А вот если средняя компания, в которую я попал, там именно идет и уклон на обучение, хотя даже сама компания ничему не обучала, просто парень слева и парень справа. Этого мне очень не хватало именно на самом фрилансе. Хотя, более того, вот у меня техническое образование, я закончил Кишиневский политех, и казалось бы, да, я как бы работал на фрилансе, и как бы я в университете, меня окружают как бы программисты, но это вообще не дает никакого эффекта. То есть, либо политех в Молдавии совсем слабенький, либо просто система не работает, потому что именно нужно технари, которые работают именно вот с технологией. Вот у них есть чему научиться. А так, в общем, в целом, ну оно не работает. Опять же, следующий вопрос, который у меня возник не в связи вот с твоей историей, но сейчас я его вспомнила. У меня есть тоже одноклассники, которые, он занимается тем, что рисует там на стоке картинки. Ну, то есть, это не IT-сфера, но тем не менее. И вот я тогда задумалась о том, что он зарабатывает очень хорошие деньги. Они путешествуют, там, зимуют где-то постоянно. То есть, все, казалось бы, хорошо. Но вот есть же у людей, как правило, амбиции относительно карьеры. То есть, даже не просто вот, типа, больше зарабатывать деньги, а быть выше, там, занимать какую-то позицию. Я там, типа, например, джуниор-разработчик, дальше мидл, синьор, потом, там, в какой-то момент архитектор или, там, менеджер. Вот как у тебя обстоят дела? У тебя нет таких амбиций? Или если есть, то как ты их удовлетворяешь? На самом деле, у меня есть такие амбиции. Я всегда, ну, я по натуре лидер. Я всегда хочу усовершенствоваться, хочу иметь статус, хочу помогать другим. То есть, если ты какой-то начинающий, ты джуниор, вряд ли к тебе обратятся за помощью. Но если ты синьор, к тебе обратятся за помощью, и ты сможешь людям помочь. Так вот, у меня внутреннее состояние скорее быть синьором для того, чтобы помогать окружающим. Точно так же и с опытом синьвата. Почему я организовал работу небольшой веб-студии? Мне просто нравился процесс. Кому-то дать работу над дизайном, кому-то дать работу над версткой. Но в любом случае, всегда в конце принимал участие я. То есть, у меня нет такого, что делегировать. Все делегировать, весь процесс. Вот это тоже большой минус. Все-таки всегда я принимаю участие и в сложных моментах в любом случае приходится мне все делать. Хотя был бы человек, я бы с большим удовольствием это сделал. Но смысл в том, что тут мой внутренний рычаг, который просто... Ну, знаешь, как-то бывает, когда человек, который никогда не работал директором, как он работает первые месяца, он все сам делает. Это его самая большая ошибка. Так вот, это делал я. Я всегда старался, я думал, мне проще самому выполнить, чем целый час ему объяснить. А в итоге нужно лучше целый час потратить и обучить работника, и он всю жизнь это будет за тебя делать. А выходит, что я сам за него делал эту работу. Мы с тобой сейчас разобрались, в принципе, в минусах таких фриланса. А что касается плюсов? Я думаю, что, в принципе, более-менее все понимают, но хочется, чтобы ты вот как-то структурировал. Какие для тебя плюсы от работы на фрилансе? Плюс самый главный для меня – это свобода. Это вообще самый-самый классный плюс. Почему? Потому что я вот захотел, например, завтра уехал куда-то. Ну, конечно, если по деньгам это позволяет, купил билеты и уехал куда-то. Работа в офисе – такого, конечно, себе не позволишь. Более того, выбираем сами себе, чем заниматься. Например, я перепробовал все, что можно было на фрилансе. Почему? Потому что я мог себе это позволить. Ты неоднократно упоминал, что ты собирал в прошлом году, в прошлом летом, команду в офис. Что из этого вообще вышло? Чем все закончилось? Это вот второй опыт, когда я собирал команду. Когда я собирал первый раз, мы арендовали небольшую комнату, тогда все было замечательно, но закрылось. То есть, недолго это продлилось, потому что, опять же, последний этап выполнял я, я в какой-то момент подумал, да в любом случае, все через меня проходит, я закрываю компанию. Но вот этим летом, точнее, получается, уже прошлым летом, когда я переехал в свой офис, я запускал свой собственный маркет. Он называется alefem.com и вот для работы над этим маркетом я собрал команду. И, опять же, большая ошибка, первое, география. То есть, я не мог выбрать себе тех работников, которые, как бы, мне нужны были. Я хотел суперзвезд, а в Кишиневе география не такая обширная и работника в офис очень сложно найти. Второе, я не рассчитал по деньгам, совершенно не рассчитал. То есть, часть денег я инвестировал в инфраструктуру, столы, компьютеры, красоту, диванчики, пуфики и так далее. А вот оставить бюджет для зарплат, я как-то не учел. Глупая ошибка, да? Я планировал, у меня всегда было так, что все равно какой-то денежный поток был. То есть, в любом случае, шаблоны мои продавались, какие-то другие мои продукты продавались. Я планировал из этих денег выделить под зарплаты. А так вышло, что в момент, когда я все это запустил, вот этот денежный поток начал сужаться. То есть, этих денег мне совершенно не хватает. Это вторая причина, вторая ошибка, которую я тоже реализовал. Третья причина, ну, она связана такая с местностью. Летом в Молдавии жесть, как жарко, зимой очень холодно, потому что влажность. Мы как раз запускали в июле, в августе. Офис у нас четырехметровой высоты, и все окна у нас витражные. То есть, все в стекле. И с одной стороны, это прикольно, это классно, потому что много света, но летом, когда весь это, все это солнце бьет нам в офис, у нас было под 40 градусов в офисе. Работать было невозможно. Вот это такая маленькая ложка дегтя, которая также сказалась на результате, почему я закрыл. Но, опять же, последний, да, решающий фактор, почему все-таки я закрыл второй опыт офиса, это свобода. Мне приходилось каждый день с 8 до 5 присутствовать в офисе. То есть, если меня нет в офисе, ребята расслабляются. То есть, нужно было выстроить в любом случае рабочий процесс. Но, работая 10 лет на фрилансе, когда я один день могу в 6 утра встать, другой день могу в 11 утра встать, а тут строго дисциплина вставай в это время, обратно возвращайся в это время, меня это выбило. То есть, для меня это было очень сложно. И, с одной стороны, я такой человек, что я стерплю. То есть, я всегда терпел, почему бы не стерпеть это дело. Но, в уме всегда крутится вторая идея. А почему бы не переформатировать это дело под онлайн? бизнес? Почему не взять тех же разработчиков для шаблонов, менеджеров различных на фрилансе? Я могу ведь индуса взять какого-то подешевле, который выполнит эту работу лучше и так далее. И вот, в какой-то момент я решил, что все, не буду больше мучить ни себя, ни людей, и перестроил работу команды как бы онлайн. Что касается сегодня, вот у тебя очень много опыта, причем в разных областях. Кто ты сегодня? Разработчик на фрилансе? Предприниматель? Дизайнер? Маркетолог? Или, может быть, ты блогер? Я сам себе задаю этот вопрос всегда, потому что я всегда середнячок во всем, что делаю. Потому что я никогда не концентрируюсь на одном, то есть только на программировании, только на блогерстве. Всегда постараюсь везде, и в детстве всегда так было, посещал различные кружки одновременно, и в музыкалку ходил, и на танцы, и футболом занимался, и везде я был середнячком. Поэтому вот даже сегодня мне сложно сказать, что я, например, разработчик, я, например, блогер, я, например, дизайнер. Скорее всего, я вебмастер. Пять лет назад в интернете было модное такое слово, сегодня его, конечно, никто не использует, потому что сегодня есть фронтенд, бэкэнд, фуллстэк, делятся по технологиям, потому что появляются новые технологии, уже невозможно одному человеку все выучить, но раньше человек, который делал все в интернете, назывался вебмастером. Поэтому вот я назову себя таким нескромным словом вебмастер, делаю все на среднем уровне. И неплохо делаешь, неплохо зарабатываешь, в принципе, ощущается, что удовлетворен жизнью, это здорово. Фриланс обычно ассоциируется либо с переездами из страны в страну, обычно люди хотят, ну вот я хочу, не знаю, совершить кругосветку или пожить в теплой стране, я тут фрилансист в Таиланд. На самом деле, я так сделаю небольшую ремарку, вот из тех фрилансеров, которые я встречала, ну почему-то, может быть, так совпадало, но мне редко встречались люди, которые действительно уезжали на большой период куда-то в другую страну. Вот что касается тебя, а, почему ты, ну ездила ли ты когда-либо куда-то жить в другую страну и фрилансил там? Это первая часть моего вопроса. А второе мне интересует, хотела ли ты когда-нибудь переехать, например, в тот же США и поработать вот в офисе какого-нибудь IT-гиганта? У меня много знакомых фрилансеров, которые именно живут в том же Таиланде, зимуют в Таиланде, может не весь год, но по крайней мере на зимовку уезжают в Таиланд каждый год. И меня это так подкалывает, потому что когда смотришь ленту в Инстаграме, там рай, а ты выглядываешь в окно и там ад, потому что снег, этот снег грязный, немножко солнце выйдет это уже слякоть и думаешь, блин, а все правильно ли я делаю, почему? Ребята на фрилансе делают сайты и живут как бы в раю, а я делаю шаблоны такой крутой, но сижу дома. Меня держит то, что я инвестировал первые деньги в недвижимость, у меня IT-компания, которая еще с 18 лет юридическая, сделки, которые я делаю в интернете, они как бы юридически через компанию проходят. И вот, чтобы всем этим управлять, все-таки мне еще 3 года назад нужно было обязательно быть здесь. 3 года назад у нас не было такого, что была электронная подпись в телефоне, например, мне нужно было физически в банке это дело подписать. Сегодня, например, оно есть, и я могу рассмотреть такой вариант, а вот 3 года назад я не мог этого сделать, поэтому вот такие моменты, то есть, по сути, я стал своим же заложником. Мои потребности купить там дом, офис и так далее, они же меня держат здесь, потому что, ну, оставить все это даже на 4 месяца на зимовку, поставить под охрану, под пульт, все-таки все равно какой-то стресс есть. Поэтому, вот по этой причине я не выезжал еще ни разу в Азию. Но я много путешествовал по Европе. Буквально осенью я на машине объехал Румынию, Венгрию, Австрию, Чехию, Словакию, по 3-4 дня останавливался в каждой столице. Австрия просто супер, Вена замечательный город, всем рекомендую. И Братислава тоже очень понравилась. И вот путешествую, и да, нравится, очень нравится, с большим удовольствием переехал. Но даже с моим опытом, да, работать на фрилансе, например, на Инвата я зарабатывал большие деньги. Сегодня, я честно скажу, я не зарабатываю этих сумм. Сегодня я поменьше зарабатываю, но мне вполне хватает на жизнь. Мне кажется, дорогой Европа. Я не знаю, как в Азии, но я рассуждаю с ценами, например, которые в Вене. Цены на еду, цену на жилье. И когда я делаю какие-то подсчеты для переезда, например, в европейскую страну, для меня это дорого, мне выгоднее, например, прожить в Молдавии. Поэтому, вот, с точки зрения ответа, переехать в другую страну, мне очень часто задают этот вопрос, но я отвечаю, нет, в другой раз, пока я поживу в Молдавии. С точки зрения, хотел бы я опыт, например, пожить в Америке и поработать, конечно, очень бы хотел. Это очень ценный опыт, даже пожить в том же Таиланде и поработать там в какую-то компанию, я бы даже такой опыт хотел бы иметь. Не говоря уже о развитой стране, как Америка, а еще лучше работать в каком-то стартапе, может быть, даже в каком-то гиганте. Кто не мечтает об этом? Особенно парень с фриланса. Может быть, я не прошел, я не знаю, может быть, там не все так сладко, но, конечно, бы я хотел. Все еще впереди. Расскажи о том, для кого подходит вообще фриланс. Очевидно, наверное, не всем. Фриланс, знаете, такая штука, что 10 лет назад были единицы программистов и все говорили о том, что нужны программисты на фрилансе. Сегодня их много на самом деле. Сегодня по сути есть даже разработчики, которые работают за шаурму. Поэтому, если мы просто профессионалы в своем деле, просто хорошо программируем, вряд ли нам открыты двери на фриланс. Знаете, почему? Потому что самое ценное качество на фрилансе это умение себя продать. Чем выше у вас скилл и навык маркетинга, тем больше у вас шансов добиться успеха на фрилансе. То есть, вы, по сути, будете выполнять ту же работу, тот же сайт, но когда вы можете его качественно продать, свои услуги, вы получите за него, например, в 10 раз дороже. Опять же, приведу пример. Есть такой персонаж, у него псевдоним Дэвид Браун, он основатель компании Template Monster. Это тоже маркет по продаже шаблонов, и несколько лет назад он продал свой бизнес американцам чуть больше 100 миллионов долларов. То есть, вот компанию он продал за 100 миллионов долларов. Он провел исследование, разработал сайт и обратился, точно не помню, то ли 500, то ли 5000, то ли 50, не важно количество, но обратился к фрилансерам, к веб-студиям, к крупным веб-студиям, то есть, ко всем, кто делает сайты, и сказал, я хочу вот точно такой же сайт, только с моим логотипом. То есть, дал техническое задание в виде сайта. И все эти ребята ответили, фрилансер из Индии сказал, я сделаю сайт за 30 долларов. Какая-то студия сказала, там за 300 долларов сделаем. Студия из Парижа сказала, мы сделаем такой сайт за 10 тысяч долларов. То есть, морали этой басни, одно и то же техническое задание, один и тот же результат, но разные цены. Почему? Потому что разные личности, разные компании умеют продавать себя по-своему. И, например, студия, которая просит 10 тысяч, они приведут нужные аргументы, и ты согласишься купить у них за 10 тысяч. Фрилансер не приведет никаких аргументов, но тебя стимулирует цена, ты возьмешь у него за 30 долларов. И вот самый важный скил, я считаю, это навык маркетинга и умение себя продать. У меня вот этот навык очень страдает на самом деле. Мой большой плюс в том, что я работал на той площадке, которая сама продвигала шаблоны. И раньше это очень хорошо работало. Сегодня для успеха на инвата нужно еще вкладывать деньги и умения в маркетинг, то есть и самим развивать. Но я решил, что не буду я вкладывать свои деньги, продвигать продукты, которые лежат на чужом маркете, я лучше открою свой маркет. И по этой причине я как бы запустил свой собственный Алифем, и навыки, которые у меня как бы есть, нет, это уже другой вопрос, я как бы стараюсь продвигать свой бренд, именно Алифем.com. А вот с точки зрения закона, как вообще выглядит работа на фрилансе? Ну вот здесь зависит уже от страны. Например, если есть зрители из Молдавии, им может быть будет это интересно. У меня есть обычная фирма, ООО, у нас есть IT-парк, я вступил в этот IT-парк, в IT-парке мы платим единый налог на продажу. То есть продали сайт, продали шаблон, продали там рекламу на YouTube, что-то продали, да, 7% мы заплатили государству, все остальные деньги идут нам, и больше никакого налога мы дополнительно не платим. Мы можем себе чистые зарплаты, хоть всю выручку сделать, например, хоть 20 тысяч долларов официально себе на карту. Вот в Молдавии у нас есть такие законы и мне комфортно работать. На форумах замечал у фрилансеров такие вещи, что люди говорят регистрируйте карты в разных банках, выводите туда суммы меньше одной тысячи долларов и якобы все будет хорошо, все будет в порядке. Ни в коем случае ребята этого не делайте, потому что налоговая во всех странах, неважно какие суммы, они все это делают. В любом случае банки, хоть они говорят, что не отправляют никакой информации, они в любом случае отправляют всю информацию в налоговую и в какой-то определенный момент, когда будет выгодно налоговым органам например, к вам обратятся и скажут, что какие-то денежки вы не заплатили. Поэтому если вы планируете развиваться, либо запустить какой-то продукт, продавать, либо что-то делать на фрилансе, позаботьтесь о юридической точке зрения, это не так сложно. Зарегистрировать компанию, внести какой-то уставной капитал, вступить в IT-парк, уверен, в странах СНГ оно тоже есть. Молдавия это не самая развитая страна в СНГ, я наоборот считаю, что здесь все в последнюю очередь происходит. В России, в Украине, в Беларуси, думаю, это точно есть. Я хочу обратиться к своим подписчикам, попросить, если среди них есть фрилансеры, которые, собственно, знают все это, то вкратце описать, как, например, стоят дела для фрилансеров в Беларуси, в Украине, в России, есть ли такой единый налог, потому что я уже где-то это слышала, и даже, по-моему, где-то это 5%, возможно, в Беларуси, но если среди нас есть такие ребята... В России точно есть, потому что я в прошлом году был в Питере, и мы встречались с одним парнем Андреем Рябых, может быть, ты его знаешь, также он известен интернет-буржуй, так вот, он рассказывал, что в России есть единый налог 6% для IT-резидентов. Можешь сказать, что WordPress изменил твою жизнь, что ты можешь сказать об этой системе вообще? Да, конечно, WordPress изменил не только мою жизнь, но и в целом жизнь всех авторов, кто работал, например, на этой австралийской площадке. Почему? Потому что мы, по сути, выполняли ту же работу, которую делают все фрилансеры, но вместо того, чтобы получать там 300 долларов условно за сайт, мы получали 3000, кто-то 30 миллионов. То есть, мы получаем в разы больше, выполняя, по сути, ту же работу, но с некоторыми изменениями, чуть повыше уровень. Поэтому я считаю, что если бы не эта компания, вряд ли бы я вообще выступал здесь сегодня перед вами. Скорее всего, как я уже сказал, просто бы делал какие-то сайты. Хотя, опять, тоже неизвестно, тут уже работают амбиции людей. Может быть, если не инва, то может быть, что-то другое. Но однозначно изменил мою жизнь. В целом, я считаю, WordPress только прогрессирует. в целом более 30% сайтов на CMS, как работают на WordPress. На втором месте Joomla, который занимает 2%. То есть, можете представить, 30% и 2%. И с каждым днем это количество растет. Люди уже самостоятельно выполняют сайт на WordPress. Они даже не обращаются к разработчикам, чтобы сделать сайт. Им нужны шаблоны. Поэтому есть потребность рынка в этих шаблонах. Конечно, их много. Конечно, много авторов идут на маркет, делают, но параллельно с возрастанием авторов растет и потребность новых шаблонов, потому что люди хотят новые шаблоны. Потом люди имеют сайты на WordPress, им нужны специалисты, которые будут фиксить, будут исправлять баги, будут постоянно что-то обновлять. В любом случае, работы для WordPress-разработчика, я считаю, будет очень много. И к тому же это несложно. То есть, любой человек молодой, старый может без проблем обучиться и сделать это дело. Звучит здорово. А в среде разработчиков, да, наверное, в других профессиях, поскольку у нас все-таки специализированный канал, так вот, вопрос о профессиональном перегорании. Вообще, знакомо ли тебе это? И как ты боролся, борешься с профессиональным выгоранием? Да, мне очень близко это дело, потому что, верстая два года подряд шаблоны, выполняя однотипное задание и более того, работа очень интенсивна, потому что я вот за эти два года сделал 50 шаблонов. И я много работал на самом деле. Я устал. Я просто перегорел, делая вот одно и то же действие. И в какой-то момент, вот как раз в момент, когда мне не хватало известности, я запустил канал, вот тот момент я считаю как бы своим пиком, когда я очень устал делать шаблоны. Первый способ, я просто переключился на YouTube, на другие проекты. Я даже пробовал игру разрабатывать, искал различную команду для стартапов, развивал YouTube, путешествовал. В общем, самое, самое такое ходовое, это переключиться на другую задачу и начать путешествие. Путешествие это самое рабочее, но когда мы переключаемся на другую задачу, велика вероятность, что мы вряд ли вернемся обратно. То есть, я вот до сих пор еще не вернулся к тому, чтобы создать новый шаблон. Я его делаю именно для Фореста. То есть, у меня есть свой маркет, я делаю шаблоны для своего маркета, меня это стимулирует. То есть, это что-то свое, мне хочется его развивать, хочется делать. А для инвата я уже полгода, если не больше, делаю отдельный шаблон и очень тяжело идет. Давай поговорим про руководство. У тебя есть и опыт в оффлайне руководить людьми, и в онлайне. Расскажи о методиках, которым ты пользовался. В этом вопросе скажу прямо. Я облажался оба раза, поэтому я не буду учить других людей руководству, потому что я считаю, что я прошел, я сделал много ошибок, я просто не вправе говорить, что именно я использовал. Я в момент, когда собирал команды, руководил, очень много читал литературу. Вот у меня даже сейчас стопочка книг, и на них стоит камера, которая записывает наше интервью. Это различные книги по менеджменту, по маркетингу, по руководству, различные методики. Честно вам сказать, мне это не помогало. Я облажался два раза. Первая, самая главная ошибка, которую я делал, я всегда хотел, ну не то, что хотел, я лез и делал сам, вместо того, чтобы заставить человека, обучить человека, чтобы он это сделал. Вот самая главная ошибка управляющего, не нужно делать самому. Если делегируешь, значит, до конца пусть человек сам выполняет. Дальше, вторая ошибка, которую я делал, я, может быть, от жадности, но я набирал не суперпрограммистов, а начинающих, либо студентов, и сам обучал их. Вот это вторая ошибка, которая не позволила мне иметь каких-то людей, которые бы, может быть, и самого меня поддержали, и сказали, да нет, Саш, давай, типа, добьем, раз взялись за проект, давай закончим его. Вот таких людей тоже не было, как бы все зависело от меня. Если ребята впадали в какой-то ступор, если я не мог решить эту проблему, значит, никто ее не мог решить. Вот, может быть, и отсутствие таких суперзвезд в команде тоже сказалось на этом опыте. Но, опять же, повторюсь, я не в праве давать какие-то советы, потому что менеджер из меня, учитывая то, что я закрыл две команды, думаю, никакой. Ну, если даже и так, то, по крайней мере, фрилансер, ты очень даже какой, точно сможешь посоветовать, какими качествами. Извини, что я перебил, знаешь, почему еще, какая причина, почему я закрывал компанию? Я всегда думаю о деньгах, и я всегда делаю подсчеты, и физически вот эти команды в офисах, они очень дорого обходятся. Может быть, это и есть главная причина, по которой я их закрывал, потому что я всегда провожу параллель с онлайном. И я думаю, так, у меня есть канал, у меня есть программисты, которые следят за мной, мне проще заплатить им, и они будут у себя дома работать, они будут выполнять ту же работу, нежели парень, который приходит ко мне в офис, которому купи компьютер, которому плати хорошую зарплату, которому плати налог государству, чтобы ему платить зарплату, купи печеньки в этот офис, более того, ты его видишь круглые сутки, потому что ты не можешь не посещать офис, кто-то иногда доволен, кто-то иногда недоволен, ты все эти лица видишь, вот по этой причине я провожу всегда параллели, и может быть, это тоже одна из причин, почему я вот закрыл это дело. но в любом случае хорошо, что ты рефлексируешь и озвучиваешь какие-то свои соображения нам, потому что может быть, мы будем учиться на твоих ошибках. Казаемо фриланса, в этом ты точно преуспел и организовал себя, расскажи, какой навык приведет фрилансера к успеху в его фрилансерской работе, на твой взгляд. Самый лучший навык, я уже назвал, это умение продать себя, то есть если вы прокачаете скилл маркетинга, скилл продаж, потому что в принципе маркетинг и продаж это на самом деле две разные вещи. Маркетинг это как бы собрать аудиторию, продажа это взять эту аудиторию и с ней поработать, а в нашем деле фриланс они как бы объединяются в одну и назовем ее маркетинг продажа. Вот если у вас будет такой какой-то универсальный скилл продаж, продать себя, вот он обязательно принесет вам успех на фрилансе. По сути это общение, чем правильнее мы общаемся, тем больше наш средний человек, так я считаю. У меня завершающий вопрос в интервью. Я думаю, что это видео многих мотивирует и для многих ты станешь примером, возможно для многих ты открыл какую-то новую область, а вот есть ли у тебя какие-то профессиональные ориентиры личности и может быть не обязательно в карьере, но на которых ты ориентируешься и которые тебя вдохновляют. Странно прозвучит обычно, да, программисты такого более низкого уровня всегда говорят, что их очень вдохновляет Билл Гейтс, Цукерберг и так далее, но у меня нету такого. Меня вдохновляют спортсмены может быть потому, что я любил очень футбол, волейбол, меня вдохновляют спортсмены Эмильяненко и футболист Криштиана Рональда. Почему? Потому, что они профессионалы в своем деле, они как бы лучшие в своем деле и они не дают себе расслабиться, может быть там что-то в этом роде, они постоянно на высоте, вот это два человека, которые как бы мне в пример. Интересно, неожиданно. А из области IT, к сожалению, нет людей, все-таки может быть новостной фон не меняет это мнение, потому что в некоторых ресурсах все поднимают Илона, Маска, Цукерберка, в других ресурсах наоборот говорят, что они шарлатаны, что они много обещают, ничего не делают. Я не могу объективно судить, потому что я лично с ними не знаком, но уверяю, если я лично пожму руку Цукербергу, неважно, хорош он или плохой, я буду думать, что он бог. Но так происходит на уровне подсознания, потому что я с ним знаком, у меня с ним фотка, все, он мой кумир. Но пока я лично не познакомлюсь, не узнаю их поближе, я не могу считать их как бы стимулом для развития. Может это неправильно, но это мое личное мнение. Это на самом деле неожиданный ответ и спасибо, что ты поделился своим опытом и я желаю тебе конечно же успехов во всех твоих начинаниях, в любых, в ютуберских, в том числе. И своим подписчикам я хочу порекомендовать твой канал. В описании к этому видео будет лежать ссылочка, вы можете посмотреть, зайти на канал. Кому интересно WordPress, то это обязательно рекомендуется сделать. но тебе еще раз спасибо за то, что ты поделился своей историей искренне и честно. Вам тоже большое спасибо. Я был рад сегодня рассказывать. Моя история очень обычная. Думаю, многие фрилансеры видят себя в ней, но может не прям последовательно, но в любом случае даже истории с серфингом, с заработком на файлах. Думаю, очень многие ребята проходили через все это и знают, что это такое. Большое вам спасибо за то, что досмотрели ролик до конца. Спасибо.